Первая в Щелкове модельная библиотека распахнула свои двери. Благодаря национальному проекту «Культура» появилась возможность преобразить пространство любимой и востребованной среди читателей библиотеки номер 3, расположенной в микрорайоне Чкаловский. Учреждение подало заявку и выиграло конкурс на получение гранта. Масштабная модернизация преобразила пространство до неузнаваемости. Теперь оно отвечает передовым тенденциям. Сегодня библиотека – это не только читальный зал и место хранилища книг. И, кстати, тишина здесь должна быть далеко не всегда. Здесь проходят различные творческие встречи, концерты в такой камерной, уютной обстановке. А конкретно в этой библиотеке даже есть зона каворкинга. Это такой арт-объект, напоминающий кабину самолета. Здесь можно сесть и спокойно поработать. Каждый уголок обновленного пространства говорит о том месте, где располагается библиотека, о прославленной земле авиаторов. Это отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, прибывший на открытие. Здесь мы приезжали сейчас в город, все дома, на которых памятные доски великих наших летчиков, героев Советского Союза. И, конечно, то, что здесь есть самолеты, здесь все культурные коды, здесь история не только Чкаловского, но и Чкаловского истории всей нашей страны. Когда ребенок попадает в эту обстановку, он подсознательно, у него это формируется и закладывается на будущие годы. Поэтому, вот, мое мнение, что каждый муниципалитет и каждая модельная библиотека, она должна быть подобна вашей библиотеке, которая сегодня открылась. И это уже не библиотека в привычном для читателя формате, а современный центр культуры и образования. Позвольте вас от имени главы поприветствовать Андрея Алексеевича Булгакова и сказать большое спасибо, что самое главное, губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву, Василию Сергеевичу Кузнецову, нашему министру культуры, да, действительно, за те возможности, которые вы даете нашим коллективам. Сегодня мы открываем первую модельную библиотеку. Не так давно мы открыли зал в ДК Чкаловском после капитального ремонта. Сейчас, благодаря поддержке губернатора Министерства культуры, мы заканчиваем работу в Монино. У нас там дом офицеров, как все знают, да, долгом лет стоял, но благодаря поддержке мы заканчиваем эту работу. В библиотеке установлено мультимедийное оборудование, позволяющее не только читать, но и поиграть в различные игры, погрузиться в мир виртуальной реальности. Однако, все же, самой большой ценностью были и остаются книги, к которым с особым трепетом и любовью относятся сотрудники учреждения. От классики до современных бестселлеров литература найдется на любой вкус. Есть возможность отыскать интересующую книгу и в электронном виде. В день открытия нового пространства фонд библиотеки пополнился. Министр культуры и туризма региона передал книгу «Военная авиация России». Символично для Чкаловского. А приходят в библиотеку люди разных возрастов. Это более двух с половиной тысяч жителей. Многие уже успели оценить перемены. Для меня библиотека – это одно из самых уютных, теплых и любимых мест, которые я когда-либо посещала. Наверное, года с 1975-го я посещаю эту библиотеку. Преобразилась, очень нравится. Во-первых, светлая, высокая, интересная стала. Очень много новой техники появилось, которую можно использовать при чтении. И, кстати, Щелковская центральная библиотека также подала заявку на участие в конкурсе и претендует на преображение в рамках нацпроекта «Культура». Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.